Древнее чудовище. Иностранцевия. В китайском интернет-кино, как и везде, есть инерция. И когда онлайн-платформы выпускают фильмы, которые выглядят так, как будто основательно задержались на пути к зрителю, скорее всего, все именно так и обстоит. Просто именно в китайской онлайн-индустрии год идет за три, так что малейшая задержка приводит к тому, что кино драматически устаревает. Так, «Древнее чудовище» получило регистрационный номер еще в 2021 году и уже тогда на хитовость фильм определенно не претендовал. А уж в 23-м смотреть его чуть ли не физически больно. И дело не только в слабых спецэффектах, но в отношении создателей к сценарию, режиссуре, актерской игре. В центре сюжета группа молодых студентов, которые приезжают на затерянный остров в поисках редких образцов фауны. В первую же ночь на острове одну из них съедает такой вот редкий образец – гигантский доисторический ящер, агрессивный и кровожадный. Понятно, что такая лабораторная работа главным героям даром не нужна, но выбраться с острова будет непросто. А противостояние с ящером осложняется тем, что тот, по всей видимости, выведен искусственно, а значит крайне умен. По крайней мере, поумнее некоторых современных молодых людей. Китайские зрители, увидев подобное кино, сразу начинают подозревать продюсеров в отмыве денег. Их можно понять, потому что ни один кадр в «Древнем чудовище» не намекает на то, что хоть кому-то в съемочной группе нравилось работать над этим фильмом. Это прямолинейно написанная, незамысловато поставленная, кое-как разыгранная проходная ерунда, создатели которой даже не пытаются чем-то удивлять. Вот вам студенты, вот вам монстр, вот вам кусь и ням в его исполнении. Чтобы сделать вид будто бы не все так просто, вот вам заброшена лаборатория и мутный дядечка, который явно знает больше, чем говорит. Обратите внимание, что в главной роли у нас известный актер Вань Го Пен, только что засветившийся в дорогущем блокбастере «Воины будущего». Ну а то, что в кадре он играет только одну эмоцию, безразличие, уже второй вопрос. Обычно такие фильмы начинаются прологами, в котором заглавный монстр съедает каких-нибудь случайных жертв. Но у авторов «Древнее чудовище» по всей видимости с финансами и правда было очень туго. В начало своего фильма они поместили кусочек из середины, где две героини прячутся от преследующего их зверя. При этом они даже не изменили в этом фрагменте ничего, ни одной склейки, что весьма красноречиво намекает на то, что на результат всем было, в общем-то, наплевать. И это при том, что «Древнее чудовище», напомним, было снято еще два года назад, и повозиться с материалом на постпродакшене времени было достаточно. А если даже авторам плевать на свое детище, то зрители ему подарны.